Приветствую вас. Вы знаете, мне кажется, что прежде чем разобрать ваш вопрос, нужно сперва... То есть, прежде чем ответить на ваш вопрос, нужно разобраться с тем, что вообще происходит. Что вообще происходит. Вообще. Слово вообще. Вот. Смотрите. Поднакомиться с девочкой впечатляет. Где познакомились? Как познакомились? Вы познакомились с ней... По поводу чего? Ну, по факту. По поводу чего вы с ней познакомились? То есть, что вас объединяло? Кого вы в ней видели? Изначально. Кого и... Значит, какие желания у вас были? Ну... По отношению к ней. Понятно, да? О чем идти дальше? Вот. Это первое. Дальше. Общались мы с ней несколько недель. Так. Задаю вам вопрос. Вам не кажется... Как бы это сказать... Несколько мало... Общаться с девочкой... Всего лишь несколько недель. Это... Вам не кажется, что это... Ну... Крайне... Такой... Небольшой срок... Для... Установления связей... Медуана. Или как? Или вы считаете, что нет. Или вы считаете, что... Это нормально. То есть, вы считаете, что... Вот... Несколько... Несколько недель, да? Это... Это вполне... Вполне достаточно для того, чтобы... Уже чего-то... Требовать от... Человека. Я не обвиняю. Я не обвиняю. Я просто... Сразу... Я хочу вас понять. Подпавил. Я хочу понять вам. Дальше. Значит, по-пам... Стала вид себя на мысли, что я ей надоедаю. Ну, давайте сначала... Подумаем по поводу чего вы с ней общались. Вообще. То есть, что... Было... Основой... Для вашего... Общения. Что... Было... Фундаментом... Для... Вашего... Взаимодействия. Вот... Конкретно... Опять же... То есть, вы общались всего несколько недель. Как? Насколько вы общались... Ну, скажем... Доверительно. Например. А... Было ли это доверительным... Общением? Или это было... Какое-то другое общение? Ну... Недоверительное. Да? То есть... Ну, не настолько доверительное общение это было. Вот... То есть, характер... Характер вашего общения... Очень важно понять. Очень важно это понять. Понимаете? Вот... Очень важно понять. Что за общение между вами было. Что оно из себя представляло. Это общение. Дальше. Вы пишите. Она говорит. Стал ловить себя на мысли, что я ей не доедаю. А... Опять же. Скажите. А вы считаете, что... Так не может быть? Вы считаете, что так не должно быть? Или как? Вы считаете, что это... Что? Что это ненормально? Что это неправильно? Вы считаете, что вы не должны были ей не доедать? Или что? Вы считаете, что... Какое у вас... Какое у вас... Какое вообще у вас были перспективы? Вот. А... Ну вот в отношениях. То есть... С чего вы хотели? От... От отношений. Изначально. Если она мне нравилась, допустим. Ну и... Возможно мне нравится. Что очень важно... Понять... Что вы делали, чтобы это про... Чтобы это проявить. Насколько вы друг другу подходите. И так далее. Вот. Ну допустим. Допустим. Если вы с ней просто дружи... Ну... Хотите... Дружить. Хотели дружить. То в чем конкретно... А... Ваш интерес. Опять же. То есть... Вот именно меня интересует... А... Конкретный интерес ваш к ней. То есть... Очевидно, что вы болезненно восприняли тот факт, что... А... Что... А... Вы ей надоели. А... Вот. Очевидно. Очевидно, что вам это было неприятно. Что вы ей, ну вот, надоели. Очевидно. Очевидно, что вас это задело. Это очевидно. Вопрос заключается в том... Почему? Ведь это ее право, по большому счету... А... Взаимодействовать с вами. Не взаимодействовать. Это ее выбор. Согласны? И... Почему-то вас этот выбор задевает. То есть... Вы либо чего-то ожидаете, либо чего-то хотите, либо... Пытаетесь что-то компенсировать. Ну, то есть, что-то... Вы пытаетесь... А... Купировать. Может быть. Может быть. Может быть. Что-то пытаетесь выкупировать. Дальше. Одно время я просто коротко отвечал на СМС. Другое... Попросту отвечал спустя длительное время. Но это означает, что вы просто и неинтересны. Что вы не подходите друг другу. И все. Я обратил их всем дело. На самом деле сказал, что в последнее время очень заняты. Конечно, конечно, все понимаю. Но можно написать сразу. А не когда напрямую уже спрашиваю. Но опять же. Это вы хотите такого... Такого отношения к себе. А для нее все немножечко по-другому. И... Вопрос заключается, опять же, к вам. А что для вас значит такое ее поведение? Как вас конкретно это задевает? Ну, ведь очевидно, что это задевает. Да? Ну, очевидно. Очевидно, что вам неприятно. Вот. Ну, так вот. Соответственно, давайте ответим себе на этот вопрос. Просто напрямую. Давайте ответим себе на него. Давайте подумаем. Значит... А... Может, давайте изучим и исследуем этот аспект. Понимаете? Дальше. Так. И, в общем, я решил попрощаться с ней. Она сказала, ну, хорошо, удачи. Особо никакой реакции. А какая может быть реакция, если вы общались с ней несколько недель? Какой реакции вы ожидали? Вы из чего хотели вообще? А... Дальше. Теперь мучаюсь, потому что на самом деле хочется с ней общаться. А... Но с ее стороны отталкивает какое-то безразличие. А с чего вы решили, что это безразличие, Павел? Ну, вот. Почему вы решили, что это безразличие? То есть, да, вы, может быть, ей неинтересны, но... Почему вы решили, что должно быть иначе? Смыть друг друга, знаете, мало. Если между вами нет, эээ... Живого интереса, да, то есть, грубо говоря, для девочки нет, эээ... Живой необходимости с вами общаться. Вот. То и, естественно, что привязаться к вам сразу, она не успеет, не сможет привязаться к вам сразу. Потому что... А повода для этого нет. Просто-напросто. Просто-напросто нет повода для того, чтобы к вам привязаться. Ведь привязка идет медленно, привязка идет недрапливая. Привязка это то, что, в общем-то, эээ... Формируется не за один, эээ... не за неделю, да? Не за неделей. Знаете, какая история? Так что, здесь, опять же, у меня к вам вот такой вопрос. Что тут сказать? Вы пишите, что вас отталкивает её безразличие. Давайте поподробнее, что значит отталкивать? Как вы для себя это понимаете, отталкивать? То есть, вы хотите чего-то другого, а она дает вам вот... Это? Допустим. Допустим, так. Допустим. 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 И... И что? Дальше. То есть, ну что вы будете с этим делать? Вам хочется не общаться все равно. Ведь... То есть, есть противоречие. Правильно я понимаю? Есть противоречие. Хочется общаться, но, эээ... Значит, отталкивать безразличие. Так получается, что вы, эээ... Человека, таким как он есть, не принимаете. Получается, что вы принимаете только то, что нужно вам. То есть, вы хотите какой-то реакции по отношению к себе. А если реакция не поступает, вы человека не принимаете. Понимаете? Вот. Так и... Как это? Тогда. Почему это? Тогда. Именно поэтому у вас и проблема. Что если вы хотите общаться с человеком, то как это обусловлено? Чем это обусловлено? Понимаете? Грубо говоря, это не ваш друг, да? Это не круг ваших друзей. Это не круг ваших друзей. Это просто вот девочка. Которая с вами никак, ну, не связана. По сути. Если у вас нет симпатии, да, то это уже требует, опять же, более конкретного разбора. Вот. Вопрос. Как научиться, если уже решил, то не возвращаться обратно? Павел. Павел. Да? Павел. Павел. которые вы устанавливаете, во сколько они прочные, эти связи, вот, понимаете, чего вы хотите от этих связей и что вы делаете для того, чтобы реализовать своё желание, понимаете, вот. То есть, если вы, например, хотите такие вещи, как поддержки, заботы, любви и так далее, то девочка вам изначально этого не даст. Это нужно делать по отношению к себе, к себе, знаете, вот, самостоятельно. Пользуясь помощью, при этом, пользуясь помощью близких людей, друзей, там, родных, близких, тем, кому вы так или иначе доверяете. Вот это реально, это реально. Остальное всё, к сожалению, нет. Остальное всё нереально. То есть, остальное всё ведёт вас, по сути дела, к негативу. Ну, то есть, именно, к каким-то, вот, разочарованием. С периодическим разочарованием, там, постоянным разочарованием, вот, и так далее. Правильно? Вот, в принципе, то, что вам можно ответить. Исходя из того, что вы написали. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку. Ну, я буду рад помочь вам. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам и успешного разрешения в данной ситуации. Небольшой такой по скриптам будет ещё в том, да, что, эм, цените свои славы. То есть, цените то, что вы говорите и делаете. Не тропитесь вращать какие-то действия. Если собираются что-то сделать, подумайте, сможете ли вы это осуществить. То есть, грубо говоря, повышайте цену. Да, вот повышайте цену своим действиям и словам. То есть, повышайте вес этим вещам. Вот. Всё понятно, о чём и не тратч. Всего вам добра. Продолжение следует... Продолжение следует...